7 июля Банжи выложили без всяких предупреждений и комментариев вот это изображение, тем самым назначив точную дату с презентацией следующего дополнения Королева-Ведьма, на которой скорее всего и назовут финальную дату релиза DLC, которая уже переносили с этого года на начало следующего. В этом видео я предлагаю порассуждать о том, чего нам стоит ждать от анонса, чего жду я сам, по крайней мере, но и вы обязательно напишите сейчас, в начале просмотра видео, чего вы конкретно ждёте от презентации 24 августа. Ну а я начну. Очевидно, что презентация будет показом нового большого видока, то есть выпуска с дневниками разработчиков, как это было с презентацией за гранью света. Однако любопытно, что месяц назад о том, что идут какие-то съёмки в студии Банжи, в своём твиттере сообщал Кристофер Барретт. Гейм-директор, который на текущий момент работает в Банжи в рамках нового проекта, пока что не анонсированной игры. Мы знаем её название пока только как Matter, и всё. Так что возможно, что на презентации Королевы-Ведьмы будет какой-то эпизод уделён и новой игре, ну или мини-тизер. Да, это крайне маловероятно, может быть немного не к месту, ничто не мешает провести её презентацию позднее отдельным событиям, но всё же совпадение с этим твиттом любопытное. Мало того, что 24 августа это дата стыка этого сезона и следующего, и презентация Королевы-Ведьмы тут как тут, так ещё и на следующий день, 25 августа, начнётся выставка Gamescom, на которой тоже, вероятно, будет какое-то присутствие Банжи. Так что нам есть о чём помечтать и есть чего ждать. Что же непосредственно до Королевы-Ведьмы, то всё, что у нас есть, это логотип и... и всё. Но даже по одному этому изображению игроки со всего мира стали гадать ребусы. Например, что такая зелёная палитра может стать продолжением спектра способностей и подклассов игроков. Ядовито-зелёный туман, такое свечение всегда ассоциировалось с ульем. Это всё, конечно, понятно, но у игроков уже есть в распоряжении оружие, отравляющее врагов, вроде револьвера Шип или лука Монарх. А Банжи говорили, что они будут дополнять подклассы Тьмы. Учитывая, что заявлено ещё 3 года игры, когда ещё запускать в игру новый подкласс, если не с дополнением про Королеву Улья? Мне кажется, эта тема довольно интересной, тем более, что, опять же, возвращаясь к цвету, зелёного в игре среди способностей не встречалось. А при введении новых подклассов они всегда носят сильно отличающийся набор красок. После зелёного можно будет ждать только какого-нибудь чёрного или красного. И связать его, кстати, с Сивой, например. Привет, Сива Гэнг, передаю. И да, сейчас перед вами на экранах одна из интереснейших фанатских фантазий, фанатских работ на тему развития тёмных подклассов в Дестине. Очень многие заблуждаются и почему-то приняли эти ролики как за сливы, как за официальное представление следующих подклассов. Ребят, нет, это всё фанатские подделки, но, должен признать, выглядит это очень круто и, возможно, очень близко к правде. Ссылку на источник я оставлю в описании видео, если вам интересно. Но даже если эта догадка будет неправдой, нас всё равно будет ждать много зелени, ведь с большой долей вероятности одной из новых локаций станет Старый Чикаго. Этот город уже упоминался в лоре игры, а точнее в описании импульсной винтовки Гравитоновое Копьё, которая как раз была найдена в той местности, в Чикаго. Однако, интересно, что за последние два сезона в игре появилось уже порядка трёх упоминаний Чикаго в тех или иных страницах лора. Случайно ли это? Сначала упоминание было три года назад и лишь одно, потом большой перерыв, а теперь в течение полугода сразу несколько заметок? Хмм... Нужно понимать, что Старый Чикаго — локация, которая должна была появиться ещё в первой части Destiny, однако после многих перестроек в сценарии ей так и не нашлось места. Но как мы можем судить по появлению Европы в прошлом году, которая также была задумана ещё для оригинальной игры, Банжи никогда не отказываются от старых наработок, и концепты переносятся в финальную версию игры с поразительной точностью. Чикаго — болотистая местность, город утопает в диких лесах и реках. Думаю, что чем-то он будет схож с европейской мёртвой зоной, но хотелось бы масштаб, чтобы был покрупнее. Небоскрёбы, болота — такое, знаете, настроение а-ля Last of Us. По-моему, это было бы просто здорово. Подкрепляет все эти догадки и один из ранних скриншотов, которые демонстрировали в одной из статей. Конечно, по нему мало видно, но тогда тоже все с уверенностью говорили, что Страж стоит в джунглях старого города. Некоторые также усмотрели, что новые сеты, которые нам также показывали несколько месяцев назад в Твабе в качестве затравочки, включают в себя высокие сапоги, которые словно созданы для передвижения по болотистой местности. Возвращаясь же к анонсирующему изображению и догадкам вокруг него, любопытно, что если утверждать, что это символ Саватун, то он другой. Мы видели лого на анонсе за гранью света. Оно было иным. Мы видели его в игре в проекции Эрис, и теперь это совершенно непохожий символ. И это тоже, конечно, привлекло общее внимание. Что ж, очевидно, что на самом деле это скорее стилизованный логотип самой игры Destiny, что и правда довольно очевидно. Вот, смотрите. Лого выполнено в стиле Рун Улья. Линии более рваные, острые углы. Но да, это всё ещё логотип Destiny. Такая Дескор-вариация. Что ещё интересно, так это находка одного из пользователей Реддит. Ой, не то. Он обнаружил, что данный логотип с удивительной точностью повторяет очертания статуи Тьмы, которую мы видели в Саду Спасения, в Пирамидах, на станции Клови Сабрея и так далее. Высокая женщина в одеянии. Фигура всё ещё таит в себе так много загадок. Мы привыкли считать их представителями расы Вуалей. И может быть, наконец, с этим дополнением нам представят новую расу противников, и мы будем уже буквально сражаться с Тьмой. Это бы хорошо освежило игру, как мне кажется. Но даже если не рассматривать статую как тизер новой расы, что, конечно, очень маловероятно, я согласен, что ещё нас, как стражей, связывает с этими скульптурами? Правильно. Опять же, получение суперспособностей. Я сразу подумал о таком символе, когда увидел эту картинку со сравнением. Что мы же приходим к статуе только за новой силой. И, пожалуй, такое сопоставление может быть ещё одним и довольно значимым аргументом в сторону того, что статуи вновь подарят нам новые способности Тьмы. Повторюсь, не так много осталось дополнений. И всего несколько лет заявлено на продолжение серии Destiny 2. Так что если и мечтать, и ждать чего-то масштабного, вроде ещё одного подкласса или новой расы противников, то сейчас, как мне кажется, самое время. Ну а вы что скажете? Заметили ли ещё что-нибудь интересное? Пишите в комментариях. И не забудьте, 24 августа смотрим презентацию. Не пропусти никаких новостей, подпишись на канал и до связи.